Пятого октября 1873 года в Спасовознесенском соборе города Самары Состоялось венчание графа Николая Александровича Толстого и дочери действительного статского советника Леонтия Тургенева Александры Леонтьевны. Обвенчавшись, молодые отправились в свадебное путешествие по Европе. Дождя, осенняя туманность, природы женское тепло. А я живу, такая странность. Живу и даже верю в зло. Итак, 5 октября в Спасовознесенском соборе города Самары состоялось венчание графа Толстого и дочери действительного статского советника Леонтия Тургенева. А уже в начале ноября Александра Толстая писала родителям из Мюнхена. Вот что я вам скажу, дорогие мои папа и мама. Теперь можно быть уверенной, что я беременна. Давно уже мне дурно, тошнит, а один раз даже был обморок. По всей видимости, я сделалась беременной с первых же дней после свадьбы. То есть время родов между 5 и 10 июня. В январе будет уже 4 месяца, и время будет думать о поездке в Россию. Хотя Коля вряд ли хочет везти меня по таким дурным дорогам. А в апреле, когда можно будет добираться на пароходе, будет уже 7 месяцев. И вряд ли мне будет показан такой дальний путь. Таким образом, дорогая мама, как видите, нам совершенно невозможно будет вернуться к моим родам в Россию. Может быть, вы приедете к нам. Сейчас мы собираемся ехать из Мюнхена в Ниццу. Здесь холодно и довольно скучно. А нам нужен более теплый климат. Первенцем графа и графини Толстых стала родившаяся в июне 1874 года их дочь Елизавета Николаевна, домашнее имя которой Лиля. Отныне будет довольно часто появляться на страницах семейной переписки. В июне 1874 года еще никто не знал о том, что пройдут всего-навсего каких-то 8 лет. И графиня Толстая навсегда уйдет от мужа, оставив ему и дочь, и двоих старших сыновей, родившихся в начале 1880-х. Оставшись без матери, Лиля будет воспитываться у бабушки, которая отдаст ее в частный пансион в Москве. Матери раз и навсегда запретят встречи с дочерью, и они увидятся только однажды. И во время этой встречи Лиля с упреками будет спрашивать мать, почему, уходя от мужа, она не взяла ее с собой, а потом, годы спустя, графиня Толстая прочтет на страницах журнала «Вестник Европы» роман дочери Лида. Роман начинается с того, что по полю к своему имению идут два героя, отец с сыном, Синякина. И сын говорит о том, что вот я повстречал девушку, Лиду. И дальше мы уже погружаемся в действие в основное, где Лида, молодая девушка, там 17, 18, 19 лет, живет в уединенном имении, в деревне. Понятно, как молодая девушка мечтает о том, чтобы выйти замуж. Напротив стоит большой дом графа, князя Березенского, который, кстати, приезжает. И вот Лида, никогда не видев этого князя, думает о том, как он будет, красив, некрасив, молод или стар. И когда приезжает этот князь, она встречает достаточно пожилого человека, который, кстати, ну не то, что нравится ей, но она, как молодая девушка, понимает, что это возможность стать человеком, возможность обрести имя, стать графиней, княгиней Березенской. И, недолго думая, выходит замуж, и дальше начинаются такие любовные треугольники. У князя есть молодой сын, с которым Лида начинает к которому испытывать романтические чувства. Также есть Синякин, с которым она знакома с детства, которым она когда-то испытывала молодые чувства. И тут закручивается такой достаточно привычный для русской литературы любовный треугольник, который, к сожалению, приводит к тому, что миры героев рушатся. С утра подул сильный, порывистый осенний ветер. Он то нагонял облака на солнце, то опять сгонял их, и солнце светило. Легкая пыль велась по дороге, и с 11 часов все поглядывали в сторону станции. Не покажется ли экипаж, в котором ожидали давнишнего приятеля князя? Наконец экипаж прибыл. И приятель жениха, с раскрасневшимся от ветра лицом, потряхивая генеральскими ипполетами, взошел по лестнице наверх. Очень рад, произнес он, пожимая руку князю. Нам, старым холостякам, теперь только и остается, что венчать приятелей. В церкви Лида стояла спокойная и ясная. В ее хорошенькой головке теснилось столько мыслей и столько чувств. Теснилось в ее сердце, что она не могла толком разобраться в том, что думала и чувствовала. Но общее настроение ее было радостное. Князь же, напротив, был бледен и нервно подергивал левой рукой, в которой держал свечу. Приятель князя, который держал над ним венец, все время в кость посматривал на профиль невесты. Этот профиль, как видно, смущал его, потому что он два раза надел венец совсем на лоб князя. Когда все закончилось и гости от обедов разъехались по домам, князь и Лида пошли наверх. Лида побежала вперед. Князь на своих длинных, не гнущихся уже ногах, последовал за ней. Лида остановилась на площадке, подождала его. Князь взял ее под руку и, прижимая к себе, повел через парадные комнаты в приготовленный для нее бодуар. В конце романа Лида, уже имея ребенка от Дмитрия, хотя официально состоит в браке с князем Березенским, то есть с отцом Дмитрием, как бы переступает и через закон юридический, и прежде всего через себя, через закон нравственный. И здесь мы должны сказать, что рушится не только мир героев, рушится дворянская культура, рушится то, о чем, собственно, пишет Толстая, рушится тот мир, который был привычен для русской литературы 19 века. И возникает вопрос, как жить дальше в том мире, где уже дворянство, то есть тот класс общественный, который является залогом закона нравственности и чести, переступает через ту самую нравственность, закон и честь. Стояли последние жары. По пыльной дороге, окаймленной желтыми нивами, со станции в церковь везли тело князя. За коляской ехала другая коляска, в которой ехала завернутая вся в черное княгиня, а за ней экипаж, в который ехал молодой князь. Он в первый раз приехал в эти родовые места. В церкви, уже полной народа, стояли кое-кто из соседей, исправник и управляющий. Как только привезли покойника, началась заупокойная обедня, а потом отпевание. Когда все уже почти подошло к концу, из дальнего угла церкви послышался сиплый, чуть слышный голос. «Голубчик мой, касатик, проститься с тобой пришла, родной мой!» Из толпы показалась сгорбленная, выскшая фигура кормилицы. Ее вела другая старуха, а она, держа перед собой палку, постукивала ею о церковный пол. Глаза ее были глубоко вдавлены и уже ничего не видели. Она давным-давно ослепла. При тихом, грустном перезвоне колоколов подняли тяжелый гроб. Лида, не поднимая головы, сошла по ступеням паперти и пошла провожать покойника. Также, несмотря никому в глаза, она простояла до того времени, пока закопали могилу. Потом молодой князь, сын покойного, подошел к ней, взял ее под руку и повел ее к дому. Управляющий скорыми шагами подбежал к ним и пошел вслед за ними. Так втроем они скрылись в дверях подъезда большого барского дома. Понятно, что роман Лида появляется не просто так. То есть до него уже было написано Анна Каренина Толстого. До него были написаны отцы и дети Тургенева. И мы должны понимать, что и в плане сюжета, и в плане построения системы героев роман имеет явные пересечения и диалог как с Тургеневым, так и с Толстым. Ну и не остался, мне кажется, этот роман тоже незамеченным, потому что на фоне более крупных произведений дальше появляются и романы Чирикова, в котором продолжается вот это разрушение. Ну и в конце концов, да, Толстой трилогия «Хождение по мукам», в котором как бы наступает вот в романе «Сестры» конец и окончательное разрешение тех вопросов, которые уже невозможно решить в рамках вот той дворянской культуры и тех романов, которые вот возникали в конце 19 века. А мы, между тем, возвращаемся в Спасовознесенский собор города Самары, где в начале 1890-х годов произошла еще одна встреча Лилии Толстой с матерью. Лиля, которой было в это время 16 или 17 лет, снова с горькими упреками говорила матери, почему она не взяла, уходя от мужа, детей с собой. Свидание было тяжелым, и графиня Толстая после этой встречи с дочерью долго болела. Были ли после этого свидания другие встречи дочери с матерью, мы не знаем. Зато нам хорошо известно, что в 1910-е годы Елизавета Николаевна Толстая не раз и не два встречалась со своим братом Алексеем Толстым, с которым в детстве она никогда не виделась. А теперь приходила ему на помощь, когда он в этой помощи нуждался. О знакомстве с сестрой мужа Елизаветы Николаевны Толстой так рассказала жена Алексея Толстого, Софья Исааковна Дымшиц. С Елизаветой Толстой мы познакомились в 1912 году, когда она посетила нас в Петергофе вместе со своим мужем, штабс-капитаном Коносевичем. Коносевич был ее вторым супругом. В первом браке она была замужем с заполковником Рахманиновым, от которого имела сына Андрея. Елизавета Николаевна была высокая, красивая женщина, любила литературу и сама писала стихи. С Коносевичем она жила в Новом Петергофе в армейско-офицерской среде и чувствовала себя в ней очень сиротливо. В годы Первой мировой войны Елизавета Толстая работала сестрой милосердия в госпитале в Царском селе. В первые послереволюционные годы считалась умершей от Тифа где-то на юге России. Но потом выяснилось, что она выжила, эмигрировала, добралась до Белграда, где уже в годы Второй мировой попала в концлагерь, была освобождена советскими войсками и скончалась от истощения. Все это было, 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 все это было, было, бу, плетется рыжая кобыла, везет дрова, везет судьбу. С вами был Михаил Перепелкин.